Продолжение следует... ...говорящих о возможности самостоятельной и независимой от тела, его органов, внешних чувств, психической деятельности, как познания. В телепатии мы видим акт чисто духовной, сверхчувственной, познавательной деятельности и, конечно, должны неизбежно допустить для него духовное же начало. Каково является душа в смысле самостоятельного духовного существа? Все факты телепатии могут найти свое объяснение единственное на почве спиритуалистической психологии и необходимо предполагают ее. Точно так же, кроме самостоятельности и духовности души, телепатические явления, именно посмертные, вопреки мнению авторов, несомненно предполагают как единственное естественное свое объяснение неразрушимость или бессмертие души. Служа опорой спиритуализма, факты телепатии тем самым приобретают значение для христианской религии. Но они имеют к ней более близкое отношение. В них богослов Апологет почерпает положительные психологические основания христианского учения или понятия о самой религии, как живом сверхчувственном общении между духом божественным и духом человеческим. Телепатия говорит нам, что дух человеческий способен отражать в себе идущие от вне воздействия на него, без всяких внешних чувственных средств, именно воздействия на него другой души. Следовательно, в ней мы имеем на лицо уже факт, вполне аналогичный с тем, который лежит в основе религиозного взаимообщения между Богом и человеком. Ввиду такого наглядного доказательства возможности и действительности непосредственного общения душ, не остается никаких причин отвергать возможность и действительность религии в смысле действительного живого союза Бога и человека. Все предположения, высказанные наукой против возможности духовного общения, в настоящее время несостоятельны, и так как нельзя уже утверждать, что наш дух лишен возможности отражать на себе какое-либо влияние, и за исключением влияния идущих путем органов чувств, то материалист должен согласиться, что не пустое мечтое, а вполне серьезной научной возможностью представляется то положение, что если в действительности существуют разумные силы, отличные от духа живого человека, то влияние этих сил могут быть обнаружены на нашем духе и могут оставаться либо на пороге сознания, либо возрастать до определенного сознания, согласно присутствия или отсутствия соответственных стимулов или других причин, хотя бы неизвестных нам. Само собой очевидно, что кроме учения о религии, как живом взаимообщении между человеком и Богом, фактов телепатии получают фактические оправдания и научно-психологическое освещение, другие однородные истины христианского вероучения, какие обнимаются в общем положении о связи мира невидимого с миром видимым, о единстве Церкви Небесной и Церкви земной, таковы учения о служении ангелов людям, об ангелах-хранителях, о влиянии злых духов на людей, о призвании почитания святых, об общении живых с умершими и другое. А отныне все возражения протестантского рационализма против этих догматов православной Церкви совершенно теряют всякий вес и устраняются без всякого труда одним простым указанием на факты телепатии, то есть непосредственного и внечувственного взаимообщения духов. А православным богословам в курсах и системах так называемого обличительного богословия облегчается весьма сложная и неблагодарная работа разрушать и распутывать тонкую паутину хитросплетений протестантского богословия в его борьбе против православного учения по указанным пунктам. Наглядный пример этого упрощения задачи богословов-полемистов, делающего самый труд более плодотворным, может быть сейчас же приведен здесь. Против православного учения о призывании святых партистантское богословие выдвигает, между прочим, такое возражение. Как бы то ни было нуждающиеся в опровержении, святые и ангелы, как существа, все-таки ограниченные и не обладающие всеведением и везде присутствием, не могут, говорят, слышать наши молитвы, знать наши нужды, а потому и молитвенные призывания святых становятся невозможными. Наше богословие на защиту учения выступает целым арсеналом блистательных и тонких теоретических соображений, в конце концов доказывающих возможные знания святых о нашей молитве к ним и наших нуждах. Но это легче, конечно, достигается одним простым указанием на факты телепатии или их только изложением. Есть, говорят эти факты, в душе человеческой силы, побеждающие время и пространство. Есть возможность знать совершающиеся на громадных от нас расстояниях, слышать без ушей, видеть без очей. И эти силы наблюдаются у людей среднего или даже низкого духовного уровня. Тем естественнее встретить их в больших даже размерах у людей духа, каковы святые, или у ангелов, существ духовных. В этом отношении в высшей степени интересны поучительные слуховые телепатические галлюцинации, где агент мысленно или вслух произносит слова, а перспиент слышит эти слова за сотни верст. Привожу в сокращение рассказ доктора Николаса, графа Гонемиса на Корфу. В 1869 году, состоя врачом греческой армии, я был прикомандирован военным министерством к гарнизону на острове Зонте и отправился на новую должность. По дороге на острову, к острову, мили за две от берега, я услышал внутренний голос, говоривший мне без перерыва по-итальянски «Поглядайся с Вольтеррою». Фраза повторялась так долго, что я был почти оглушен. Хотя я был в эту минуту совершенно здоров, однако встревожился явлением, которое принял за галлюцинацию слуха. У меня не было никакого повода думать о господине Вольтерро. Он жил на Зонте, и я не был даже знаком с ним, хотя видел его однажды за 10 лет перед тем. Я пробовал затыкать уши, разговаривал со своими спутниками, но ничего не помогало, голос слышался по-прежнему. Наконец мы присялили, я отправился прямо в гостиницу и занялся разборкой своих чемоданов, но голос докучал мне неотступно. Спустя немного времени явился слуга с закладом, что у дверей стоит господин, который желает немедленно переговорить со мною. «Кто такой?» — спросил я. «Господин Вольтерро», — был ответ. Вольтерро вошел, заливаясь слезами, в полном отчаянии, и стал умолять меня идти с ним, посмотреть его сына, который сильно болен. Для кого не ясно, что этими и подобными фактами наша вера выводится здесь за свои границы и вступает в область научно-эмпирического знания, не переставая, однако, быть верой при обилии таинственной и непостижимой в этой области. Равным образом, едва ли ввиду этих фактов, настоит надобность в долгом и настойчивом разъяснении необходимости применения их к решению некоторых вопросов в богословии, даже догматических, в интересах лучшего рационального освещения и обоснования целой группы истин, обнимаемых в основном учении и связи двух миров — видимого и невидимого. Таково положительное значение изучения телепатии для богословия. Но факты телепатии при злоупотреблении могут получить иное значение по отношению к христианской религии, именно отрицательное. Без сомнения, рано или поздно неверие не замедлит искать в них себе опору в борьбе с христианством, при том в важнейшем пункте, относящемся к самому основанию христианства — к вере в чудесное трехдневное воскресение Христова. Факты телепатии могут показаться весьма благоприятными в настоящее время, самой популярной в отрицательной критике и образованном обществе рационалистической теории, так называемых объективных видений, в отличие от субъективных видений или галлюцинации. Визимерной теории Ринана и других. Эта новая теория все более и более вытесняет другие и представляется опаснее всех других сама по себе, по своей большой, хотя только кажущейся правдоподобности. Здесь мы должны сказать несколько слов против излишнего опасения перед злоупотреблением телепатии. Нравственный идеальный характер Иисуса Христа, предназначавшего за много времен, как предсказывавшего о своих страданиях, так и тридневном воскресении из мертвых, уверяет нас, что Он воскрес и по телу. Достовернейшие евангельские свидетельства о воскресении Иисуса Христа, явление воскресшего Господа Салу Близ Дамаска и затем целому сонму святых мучеников на протяжении более двух веков, исполнившиеся предсказания Иисуса Христа о разрушении Иерусалима и храма, и о судьбе Его Церкви, и многое другое в связи с обновлением христианского всего мира, христианством, уничтожает всю силу означенного опасения. Факт воскресения Иисуса Христа, как и все вообще Евангелие, ни на волос не может быть поколеблено никакими теориями. Истинность воскресения Христова и всего евангельского учения доказывается всей историей христианской Церкви и внутренним свидетельством совести и разума всех людей. Глава двенадцатая. Психометрическая способность души. Способность знания душой без предварительного ознакомления, как бы через внутренний голос отдаленных лиц, событий, предметов и тому подобных, при посредстве какого-либо физического явления или даже без посредства его. Психометрия. Слово психометрия, определение души, далеко не соответствует понятию в нем заключающемуся. Но очень трудно придумать правильное название особым дарам природы, необъяснимым в нашем земном мире. Мы постараемся разъяснить несколькими примерами, что именно подразумевается под психометрией. Но сперва скажем, что душа психи при некоторых присущих ей условиях владеет способностью ставить себя в некоторого рода связь с более или менее отдаленными событиями, оставившими свой, так сказать, духовный след на предметах, к которым прикасается психометр. Таким предметом может быть рука, часть одежды, камень, кусок дерева, осколок от древних развалин, монета, письмо или конверт. Одним словом, всякий предмет, посредством соприкосновения с которым психометр входит в духовное соотношение раппорт со всем его окружающим, равно как и с эпохой, в которой данный предмет связан, и становится некоторым образом причиной к возбуждению психометроспособности видеть своим духовным зрением, как бы проходящими перед ним, в панораме известные события и ощущать внутренние впечатления, с ними связанные. Следующие примеры поясняют лучше, что подразумевается под психометрией. Рассказы о психометрической способности человека Опыты отгадывания и действия лекарств В медицинской школе некоторые товарищи обратили особенное внимание на студента и студентку, отличавшихся своей чрезвычайной сенситивностью, и решили сделать с ними несколько психометрических опытов, без чего выбрали два медикамента и налили несколько капель тинктуры, арники, идущие из Германии на ладонь студента, и несколько капель тинктуры и пикакуаны на руку студентки. Оба описали действия медикаментов на человеческий организм так правильно, что другие присутствующие при этом студенты узнали, по их словам, какие это были лекарства. Но это еще не все. Каждая из них описала окрестности тех мест, где растения, послужившие для тинктуры, было сорвано. Относительно арники, Тюрингенские горы, близ Инзельберга, а для и пикакуаны тропические страны Бразилии и так подробно и ярко, что мы их точно сами видели. Опыты наши мы делали большей части с девушкой, как с еще более сенситивным субъектом, а со студентом только определяли лекарства, наливая их ему на ладонь. С пульсативой и секаль-карнутом описание их действий на мужской и женский организм вышли так ярко, что можно было подумать, что сам описывающий принимал их в больших дозах. Калифорнское средство от лихорадки, в то время еще мало известное, произвело все симптомы перемежающейся лихорадки, хотя студент никогда не слыхал даже имени этого растения. Студентка же была настолько сенситивна, что я раз попробовал дать ей в руку пузырек с лекарством, и как только она дотронулась одним пальцем до пробки, симптомы его тотчас же обозначились, сперва медленно и слабо, но вскоре так же сильно и определенно, как и при непосредственном соприкосновении с лекарством. Другой врач положил ей однажды в руку несколько корпий, и она вскоре описала железнодорожного рабочего и полученное им повреждение, описала хирургическую операцию и местность, где случилось с ним несчастье. Подробное описание местности, построек и лиц, в них проживавших по куску камня. Профессор Буканан, открывший психометрическую силу, производил опыты с сотнями сенситивных женщин, больше же всего со своей женой, и достиг истинно чудесных результатов. Небольшой кусок надгробного камня с могилы одного индуса, несколько мраморных обломков из различных греческих развалин, как только попадали в руки медиума, вызывали подробное описание местности, построек и лиц, в них проживавших, описание бывших там сражений и прочее. Достаточно было оторванного от письма лоскутка бумаги, чтобы установить духовную связь между медиумом и автором письма, и деревянного обломка, выброшенного морем, чтобы медиум увидал и описал страшную картину кораблекрушения. Описание планеты по куску метеорита. В заключение мы вспомним поразительные результаты, достигнутые профессором Дентоном с метеоритами. Профессор Дентон много путешествовал по всему земному шару для геологических исследований. Однажды ему удалось вырытие из земли метеорит, упавший у его ног. Как только тот несколько остыл, он отбил от него кусок и увез с собой, потом разломал его на двенадцать кусочков и разослал их двенадцати психометрическим медиумам, большинство которых друг друга совсем не знали и вряд ли могли угадать, что им было прислано запечатанным в бумаге. Одиннадцати из двенадцати психометров описали небесное тело, внезапно уничтоженное со всеми животными, растениями, человеческими существами, похожими на земных людей, которые во время катастрофы обитали на нем. Описали силы там действовавшие и тела жителей той эпохи, достигнувшей до высокой степени совершенства. Некоторые из медиумного оказались способными проследить события, совершавшиеся вплоть до ее разрушения, на той планете, в чьи осколки вращались теперь вокруг Солнца в виде метеоров, путь которых пересекается с Землей в ноябре месяца. Если психометр, взяв кого-нибудь за руку, воспринимает от него как физические, так и душевные впечатления, то в будущем, когда психометрия разовьется, она должна будет играть важную роль в диагнозе болезни, ибо посредством ее может быть исследовано умственное, духовное и физическое состояние больного не только в данную минуту, но и во все предшествующие, со всеми его самыми отдаленными причинами и следствиями. Одним словом, полная история болезни будет ясна для врачующего, тогда как в настоящее время умственное и духовное состояние больного мало известно, еще менее обращает на себя внимание. Случаи жизни преподобного Сергия Современник преподобного Сергия Радонежского, святой Стефан, просветитель Перми, будучи в царствовании великого князя Дмитрия Ивановича, епископом обращенного им христианства Созерянского края, спешил в 1390 году в Москву просить князя обуздать своих чиновников, угнетавших его паству тяжкими поборами. На пути в Москву он проезжал в девяти верстах от Троицы, где подвязался преподобный Сергий. Святой Стефан всей душой стремился повидаться с ним, но спеша в Москву отложил свидание до обратного пути. На этот же раз послал подвижнику свое приветствие издали. Остановив лошадей ввиду Сергиевой обители, он слез с повозки, сотворил молитву и духовно созерцая великого подвижника поклонился ему до земли. В этот момент Святой Сергий вместе с братьями сидел за трапезой и, прозрев духовное приветствие Стефана, тотчас встал и ответил ему таким же приветствием, торжественно сказав изумленной братье, «Учитель шествует!» Таково народное предание о заочном свидании двух великих подвижников. Ясновидение писателя Счокке В интересном сочинении Эдуарда фон Гартмана «Сперитизм» во главе о чтении мыслей упоминается об известном немецком писателе Генрихе Счокке. Это один из блестящих немецких писателей первой половины девятнадцатого века 1770-1848 год. Игравший немаловажную политическую роль в истории Швейцарии конца прошлого и начала настоящего века. Но особенно известен он у немцев своими религиозно-нравственными сочинениями. Его «Часы благоговения» пользуются большой популярностью в Германии и Швейцарии. Обладавшим замечательной способностью наглядно представлять себе все главные моменты жизни человека при первом взгляде на него и прислышании его голоса. Подобные же способности в большей или меньшей степени обладали некоторые другие личности, здоровые физически и умственно. Эту удивительную анормальность в человеческой психике нельзя таким образом пришествить к легиону многообразных психических расстройств. им же несть ныне числа, которыми иные так любят объяснять всякое из ряда вон выходящее явление в области духовной природы человека. Шоки сообщает о своем даре ясновидения в своей интересной автобиографии. С большими опасениями приступает он к рассказу о своей способности ясновидения. Не того, конечно, опасается он, что его сочтут суеверным, а боится он главным образом того, что своим признанием он укрепит суеверие тех, которые предрасположены к тому. Таковы, впрочем, мучисть всех так называемых таинственных явлений. Большинство нерешительны или решительны отрицают существование этих явлений, считая их ничто, ничего не стоящим вздором и фантазией или открещиваются от них с суеверным страхом, точно от нечистой силы. А между тем эти таинственные явления представляют ряд глубоко интересных фактов, имеющих громадную ценность не только для опытной психологии, но и для всего нашего научного и этического миросозерцания. Быть может, ближайшее изучение этих явлений приведет нас к решению некоторых проклятых вопросов, с давних времен волнующих человеческий ум. Перейдем теперь к рассказу Шоке. Зачастую, когда он молча вслушался в речь незнакомого ему до то ли человека или усматривался в черты его лица, перед его умственным взором проносилось точно ясный и отчетливый сон вся прошлая жизнь, говорившего в мельчайших ее подробностях, по временам же отдельные лишь события, по временам же длилось это странное явление обыкновенно лишь несколько минут и нисколько не зависело оно от его воли и желания. Обыкновенно Шоке так всецело погружался в рассматривание проносившейся перед ним картины чужой жизни, что под конец черты лица незнакомца расплывались точно в тумане и он переставал ясно различать даже голос до того служивший ему как бы комментарием к чертам лица. Долгое время Шоке считал эти мимолетные видения и игрой и фантазии. К этому побуждала его еще та особенность, что в картине видений он ясно различал одежду и движения действующих лиц, комнаты и убранство их со всеми подробностями. Случай заставил Шоке серьезнее отнестись к его странным видениям. Шутки ради он однажды позволил себе в интимном семейном кругу рассказать тайную историку о одной швеи, только что удалившейся из комнаты. Все удивились и были убеждены, что Шоке прекрасно знает всю подноготную бедной швеи, так как все рассказано им оказалось чистейшей правдой. Между тем он видел эту швею в первый раз. Легко себе представить изумление самого Шоке, когда он увидел, что его видение согласуется с действительностью. С тех пор он стал внимательно следить за этой странной своей особенностью. И если только приличия позволяли, он рассказывал тем, чья жизнь проносилась перед ним содержание своих видений, чтобы добиться отрицания или подтверждения. Всякий раз, однако, следовало подтверждение к немалому смущению подтверждавших. Для иллюстрации этой психической особенности своей Шоке приводит следующий пример, по его мнению, ярче других рисующих объем и содержание возникавших в его уме видений. Раз в базарный день вальс гупи я завернул в репштокскую гостиницу. Со мной были два моих спутника по лесной экскурсии, предпринятые мной тогда по лесам кантона. Мы ужинали в многолюдной столовой. Разговор ужинавших вертелся преимущественно в странностях и особенностях швейцарцев, мессмеризме, физиогномике, лафатеры и тому подобном. Все эти предметы подвергались беспощадному глумлению. Один из моих спутников, национальная гордость которого была сильно задета, просил меня возразить что-нибудь в особенности одному сидевшему виз-за-виз нас молодому человеку. Яростнее всех глумившегося над таинственными и загадочными явлениями человеческой души. Как раз в эту минуту передо мной пронеслась его жизнь. Я обратился к нему с вопросом, даст ли он мне правдивый ответ, если я буду с ним совершенно незнаком, будучи. Расскажу ему все тайные сокровенные из его жизни. Надо допустить, прибавил он, что подобный кунщук далеко оставляет за собой физиономику ла-фатера, над которой вы так издеваетесь. Он обещался откровенно признать обо всем, если я только буду говорить правду. Я стал передавать свои видения, и все присутствовавшие общество узнало историю молодого купца, его годы учений, его маленькие заблуждения, и, наконец, маленький грешок, совершенный по отношению кассии его принципиала. Я подробно описывал ему нежилую комнату с выбеленными стенами, где вправо от черной двери на столе стоял черный денежный ящик и так далее. Глубокое молчание царило во все время рассказа, изредка прерывавшегося моими вопросами о правдивости сообщаемого мною. Молодой человек с глубоким смущением всякий раз давал утвердительный ответ, даже на последний. Тронутый его откровенностью я дружески протянул ему руку и закончил рассказ. Несмотря на многие доказательства, долженствовавши убедить его в том, что ему присуща эта странная психическая особенность, Шокки долго еще находился в сомнении. Так оно и следовало. В подобных случаях, как вообще в области психизма, где так трудна проверка и прочная установка несомненности факта. Разумная доза сомнений не только простительна, но и обязательна. Сначала Шокки пробовал объяснить этот феномен то игрой случая, то сходством представлений, возникавших в уме слушателя с его собственными. Но частая повторяемость случаев и безусловная верность всех мельчайших деталей в картине видений с действительностью устраняли всякую резонность подобных объяснений. Наконец он остановился на метафизическом объяснении. Исходя из убеждения, что человек состоит из трех элементов тела, души и духа, он приписывает эту способность духовному элементу, проявляющемуся в некоторых случаях неведомым и непонятным для нас путям. Собственно говоря, при современном состоянии наших знаний нет еще возможности представить строгое научное объяснение явлений психизма. Возможно только более или менее остроумные догадки. Рассказы о психометрических способностях миссис Кофан Однажды моя приятельница пишет в своем дневнике миссис Кофан не допускающая возможности психического приведения написала какие-то слова в бумажке после чего потушила свет закрыла мне глаза и положила мне на голову свою записку. Я точно же стала описывать незнакомую мне женщину и охарактеризовав ее самым точным образом добавила что эта личность очень больна. В ту самую минуту я почувствовал страшный толчок в затылок отозвавшийся вдоль всей спины и должна была сказать еще что больная страдает болезнью спинного мозга. Испытываемое мною ощущение было так неприятно что я должна была сбросить с головы эту бумажку. Мне никогда не приходилось не встречать эту личность и что-либо о ней слышать. А между тем мое описание казалось безусловно верным. В другой раз генерал Г передал мне письмо но так как я не видела почерк о котором оно было написано я написано написано на иностранном языке описало физически и душевно использ своего автора объяснила цель письма и объявила наконец что написавший скоро предпримет путешествие письмо 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 было написано по-испански на незнакомом мне языке и путешествие было предпринято в течение того же месяца доктор Л дал мне белый камень со слезами резьбы и полученные впечатления заставили меня выразиться следующим образом вижу белые колонны с резьбой наверху кусок этот составлял часть верхнего стенного карниза у основания стены вижу мозаичный пол состоящий из чудных разноцветных камней стена эта составляла прежде честь здания стоящего на горе от которого теперь видны одни развалины над ними расстилается ярко голубое небо и воздух там удивительно чист и прозрачен а вот я вижу его и при лунном свете это был императорский дворец затем после минутного колебания я продолжал этот дворец цезарий в Риме верность этого впечатления подтвердил доктор сам нашедший этот камень вышеописанных развалинах вслед за этим доктор подал мне кусок темно-красного мрамора приложив его к колбу я получила такое представление это взято с древних развалин на горе когда-то они были окружены густой темно-зеленой рощей камень этот взят из стены окружающие здания не бывшие ни дворцом ни храмом но предназначенные для народных собраний вижу колесницы иконские ресталища а вот и человек с величественной благородной осанкой одетый в чудное пурпурное платье с золотой каймой на плечах у него наброшена мантия на руке у него в руке трость с каким-то украшением на верхушке а на голове венец вроде архиерийской митры он обращается к толпе и я слышу слова победитель победа здесь лилась кровь а человек этот великий оратор поданный мне кусок был обломком амфитеатра построенного цесароном доктор дал мне еще камень показавшись обломком пола в каком-то священном месте воображение перенесло меня в обширный собор одно из величайших зданий в мире такой громадный что глубина его исчезает во мраке над ним высится огромный купол а вокруг средней его части тянется ряд маленьких часовен масса народа входит и выходит оттуда вижу процессы священников с зажженными факелами не думается что это собор святого Петра в Риме и здесь доктор подтвердил точность моего определения муж мой подал мне визитную карточку не взглянув даже на нее я положила ее себе на лоб и сказала что на ней стоит мужское имя что этот человек весьма сомнительных правил и что преобладающими чертами его характера есть лицемерие и жажда к наживе стараясь вовлекать других в разорительные предприятия он обогащается насчет их ошибок он не американец а скорее жид или поляк с черными глазами крупным носом и громадными ногами занимается денежными и торговыми оборотами во время этого писания ни я ни муж мой не имели ни малейшего понятия об этой личности и только наведя они справки у знакомых узнали факты вполне подтверждавшие точность моих впечатлений внутренний голос причисляя себя к естественной испытателям для которых должен иметь значение всякий факт как бы мало он не поддавался объяснению с точки зрения современных научных теорий считаю свои обязанности сообщить редакции ребуса о следующем загадочном случае происшедшем вчера и поразившем меня лишь сегодня в 70-х годах проживая в Киеве я говорит господин Шпачинский изредка встречала моих знакомых профессора анатомии местного университета Бетса знакомство мое с ним никогда не было близким а начиная с 76-го года когда я часто менял место жительства хотя и бывал в Киеве встречался с ним крайне редко быть может несколько раз за все время и то не у упомянутых знакомых где он перестал бывать а на улице причем мы обменились лишь поклоном могу с уверенностью сказать что в течение последних нескольких лет а в особенности с 1891 года то есть с тех пор как живу безвыездно в Одессе я никогда не думал о профессоре Бетсе не знаю даже жив ли он состоит ли по прежнему профессор университета и прочее хотя я и получаю киевские газеты и иногда их пробегаю но не помню чтобы хотя раз встретил в них какое-либо известие касающееся названного лица поэтому-то меня довольно поразила вчера утром фраза Бетс умер произнесенная где-то внутри моего я в тот момент когда я просыпался это это не был сон не был голос я не могу даже сказать на каком языке это известие было передано моему сознанию я точно же рассказал своим знакомым об этом странном факте и попросил жену следить за киевскими газетами говоря что чего доброго может действительно профессор Бетс умер это не было